здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачко если вы любите есть киви или вы не знаете использовать киев в своем рационе питания или нет то просмотрев это видео до конца вы точно будете знать в каких случаях вам киви полезен а в каких может вызвать обострение заболеваний или как как используя киви вы можете вылечить некоторые заболевания иными словами в этом видео вы узнаете как правильно выбрать киеви как правильно подготовить киви к еде как правильно использовать зависимости от вашего уровня здоровья а также как не используя в пищу банан либо яблоко резко увеличить количество полезных веществ вы собственно киеве и так киви перед вами и первое выбрать киви как выбрать киви правильно выбрать киви правильно по методу диетолога скачко нужно брать самый плотный киви который вы только видите мягкий киви не подойдет там уже идет окисление биологически активных веществ и вы полностью полезные вещества из него уже не получите даже если по акции акция то по цене вы покупаете вес которым меньше полезных веществ вы ничего не выигрываете поэтому берите самый плотный киви если вы вот в этом месте потрогаете тут должно быть плотно иными словами киви спелый и он готов отдать вам свои биологически активные вещества теперь уже ждать дома чтобы киви дозрел и вот здесь используйте еще один совет диетолога вам нужно хотя бы одно яблоко либо один банан и помещаете их в упаковку вместе с киви что вы при этом получаете тот этилен который выделяется из яблок либо бананов ускоряет созревание киви и буквально несколько дней и киви будет полностью готов к употреблению вами в пищу далее очень важный момент как очистить киви правильно как его использовать пищу мнение экспертов разделились одни эксперты утверждают что нужно есть киви с кожурой другие утверждают что нужно есть киви без кожуры такое видео на моем видео канале уже есть там я четко разложил сравнил характеристики киви с кожурой и киви без кожуры и вы можете это видео посмотреть ссылочку на него там в этом видео скажу всегда нужно брать киви с кожурой далее вы можете помыть можете не мыть на мой взгляд это больше психологический маневр потому что на поверхности киви даже если вы моете под струей холодной проточной воды с мылом всегда останутся возбудители бактериальных вирусных грибковых инфекций глистники паразитарных инвазий вы таким образом вы от них не избавитесь а как добраться до полезных активных веществ это очень просто вы берете острый нож режете киви пополам и вот они биологически активные вещества киви вот теперь можно их получить и самый простой способ получить активные вещества вам нужна обычная ложка с помощью которую вы выбираете мякоть и киви уже готов помочь вам в лечении вот в таком виде киви уже готов как использовать киви правильно вот здесь нужно учитывать несколько моментов как только киви попадает полость рта я его еще не съел но рефлекс уже работает для киви ем достаточно регулярно выделяется слюна а это означает что если после порции киви у вас в рационе будет порция блюд из круп из злаковых из овощей корнеплодов которые содержатся крахмал то крахмал будет переварен лучше конечно еще и пожевать надо а если вы знаете как правильно кулинарно обработать то еще в большей степени крахмал будет переварен вами они бактериями в кишечнике на крахмалистой пищи чаще всего размножаются представители рода кандида грибковая инфекция а грибковую теорию рака еще никто не отменял книжка рак профилактика ранняя диагностика давно мною опубликовано там много факторов риска учитывая которые можно предупредить онкологию либо диагностировать на ранних стадиях но киви вам поможет убрать один из вариантов развития онкологии в вашем организме и это здорово но это только в полости рта как только вы киви пролотили органические кислоты киви действует на слизистую оболочку желудка и усиливает секрецию желудческого сока а это означает что если с порцией овощей вы просвет желудка попадет мясо рыба птица яйца кисломолочные продукты то они тоже будут в большей степени переварены это относится к тем у кого сохранена либо снижена секреция желудочного сока конечно те кто имеют повышенную секрецию желудочного сока иными словами гастродонит либо язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в анамнезе вам употреблять киви перед едой как аперитив нельзя можете обострить эти заболевания а как использовать киви в вашем случае да используйте после еды или во время еды органические кислоты помогут переварить вашу пищу но без жесткого раздражения слизистой оболочки желудка только в состоянии обострения киви вам действительно противопоказан а также не очень показан киви особенно как аперитив особенно перед едой случае если у вас есть хронический панкретит вот эти маленькие черные косточки могут создать у вас серьезные проблемы нарушив выделение сока поджелудочной железы и хронический панкреатит может обостриться поэтому случае наличия хронического панкреатита я бы не советовал киви даже после это использовать в таком виде самый лучший способ использовать активные вещества киви а там высокий киви содержатся витамины группы b содержится витамин с причем киви один из лидеров по витамину c уступает только черной смородине и шиповнику а лимоны позади болгарский перец тоже впереди по витамину c но это лидеры это чемпионы и киви среди них а также соединятся макро микроэлементы йод в достаточном количестве тем у кого нарушена работа щитовидной железы киви как раз самое оно но если есть хронический панкреатит вот здесь у вас возникает проблема как использовать киви используйте еще один секрет диетолога скачков кто мешает отжать сок использовать сок киви во время еды не будет концентрированного воздействия раздражения на слизистую оболочку желудка и поджелудочной железы в этом случае ваш киви ваши витамины попали в организм а риск обострить хронический панкреатит у вас минимален конечно если ваша поджелудочная железа очень чувствительна то я советую вам не исключить киви из рациона а уменьшить количество киви и в этом случае у вас появился вновь еще один продукт питания который содержит макро микроэлементы витамины органические кислоты простые с охранными словами прекрасно дополняет ваш рацион что вы получаете дополнительным бонусом улучшая работу слюных желез желудка поджелудочной железы а дополнительный бонус очень интересный у вас уменьшается вздутие живота либо метеоризм иными словами газообразование в кишечнике уменьшается по той причине что патогенные бактерии которые находятся в просвете кишечника теперь не имеют достаточного количества еды и таким образом можно постепенно вылечить дисбактериоз либо начать его лечение а дальше дополнить необходимыми компонентами чтобы помочь реально вашей пищеварительной системе работать более эффективно а активность патогенных микроорганизмов кишечнике в этом случае вы вновь получаете определенный бонус что у вас в дополнительном бонусе у вас улучшается рост волос улучшать состояние кожи у вас улучшается рост ногтей исчезает неприятный запах изо рта от тела вас могут улучшиться течение заболеваний органов дыхания можно вылечить хронический абструктивный бронхи можно вылечить даже бронхиальный астму правильно используя киви в комплексном лечении но это конечно же тема для других видео которые можно найти на моем видеоканале несколько сотен видео про лечение несколько сотен видео про правильное использование продуктов питания для вашего здоровья и активного долголетия кстати правильно используя киви часть мужчин может вылечить хронический простатит он часто связан с тем что нарушена переваривание пищи и возможно часть эффекта вы получите используя только киви возможно нужны будут и другие дополнительные действия для того чтобы и пищеварительная система работала лучше и работа печени было более активном состоянии ведь нарушение переваривания пищи всегда нарушают работу печени почек и эти два фильтра перегруженные токсинами не могут полноценно работать у вас возникают различные заболевания а что нужно было сделать то нужно было наладить работу пищеварительной системы в том числе и с помощью киви если эту информацию вы получили в достаточном объеме я думаю что свою миссию выполнил в этом видео я максимально полно осветил как может действовать киви на ваш уровень здоровья как может вылечить либо не обострить некоторые заболевания и если вы считаете что положительную новую для вас информацию вы получили можете уже поставить лайк на это видео если что-то для вас осталось не ясный мне вопрос пишите в комментариях свои вопросы отзывы о мере наличия свободного времени я буду заходить форм и отвечать на эти вопросы чтобы вы понимали как правильно использовать и киви в своем образе жизни в своей системе питания и возможно другие продукты питания и напитки кстати напомню кулинарный канал диетолог от скачков содержит уже сотни видео которых я рассказываю о правильном приготовлении использовании не только киви но и других блюд и напитков например несколько десятков видео о том как правильно использовать кофе чтобы не умереть от чашки кофе как правильно использовать чай чтобы не нарушить работу пищеварительной системы печени почек и организма в целом имеется ввиду чай китайский также чай имбирный он активно помогает работе пищеварительной системы но нужно знать имбирные тесты соответствии с которыми вы определяете количество имбиря в чае и сопровождающие его лица такие видео тоже есть на моем канале вы легко можете их найти если и набираете в поиске кулинарный канал диетолога скачков на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать привычные подписчики моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео думаю что киви заслуженное место теперь займет в вашем рационе будет помогать вам переваривать пищу и слушать новые видео на кулинарном канале диетолога скачков до новых встреч на моих видео каналах доктор скачков школа доктора скачков это youtube а также школа доктора скачков instagram